Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня очередной вечер, очередная беседа из цикла Царско-сельские беседы. Наш гость, замечательный петербургский человек, композитор, бард, общественный деятель Михаил Канэ. Прошу любить и жаловать. Добрый вечер. Мишенька, ну вот я действительно знаю тебя во многих апостасях, и ты такой один из, как бы сказать, атлантов Петербурга, как говорил Александр Городницкий для меня. Потому что ты когда-то был одним из тех, кто в 60-е, 70-е годы стоял у руля клуба авторской песни «Восток». У руля чуть попозже. Ну, чуть попозже, но во всяком случае... В клубе был с 60-х, а к рулю в начале 70-х и до начала 90-х. То есть все-таки к рулю тебя подпустили. Значит, ты человек был надежный, как капитан, как, так сказать, штурман. Да я отбивался от этого руля всячески, потому что больше всего нравилось-то песни петь. Но просто так не бывает, что когда люди объединяются, даже вот на таком хорошем основании, так не бывает, чтобы не возникали какие-то, значит, сложные взаимоотношения, конфликты, интриги там и прочее, прочее. И вот сложилась там такая ситуация, и вот меня прямо, значит, долго сгибали на эту деятельность и подписали. Ты был чем-то преемником или, так сказать, кооптерователь? Нет, конечно. Большинством голосов как это происходило? Конечно. Нет, ну, руководил это Востоком много народу. Последовательно. Скажи, пожалуйста, ну вот я вспоминаю, что, ну как вспоминаю, во всяком случае, это уже факт истории, что 60-70-х годов, ну что в Питере было? Клуб Сайгон, вернее, клуб кафе Сайгон. Сайгон это на Невском. Да, на Невском. Какие-то еще там, не знаю, дом промкооперации, Ленцовета там поэты иногда выступали. Начинали-то в Ленцовете, да. Да, и клуб Восток, это было, в общем-то, средоточие, скажем, одно из мест духовной жизни Питера. Кто у вас... Да не только Питер, а клуб Восток, в принципе, был, ну, таким вот, виднейшим клубом Союза тогдашнего. Мы когда 25 лет отмечали в 86-м году, с Камчатки люди прилетели с этой рыбой в руках, там, какая-то лососевая, очень большая была. То есть, правда, со всего Союза прилетали. Ну, я знаю, что, конечно, ну, расскажи, вот, кто у вас бывал из тех, кто уже вошел сейчас в историю авторской песни? Наверное, это Жава или Лисборда. Проще сказать, кто не бывал. Кто не бывал. Ну, кто не бывал. Да, потому что, например, первое песенное выступление Высоцкого со сцены в Ленинграде случилось именно на сцене клуба Восток. В Ленинграде в городе у пяти углов. Ну, да, тогда же, наверное, и было сочинено, да, в Ленинграде в городе у пяти углов. Это, по-моему, какой год, 67-й? Когда он, вот, 66-й? Да, что-то так. Вот впервые он тогда выступил на сцене клуба Восток. Вышел и сказал, я лирических песен не пишу. А его еще не знал никто. У меня дома есть интересная фотография. В аэропорту его провожают. И вот сидит Высоцкий, рядом с ним ребята из Востока и девчата. И кругом авиационные пассажиры, причем в большом количестве. И фотография совершенно нереальна тем, что на Высоцкого никто не смотрит. Они смотрят на него по той простой причине, что понятия не имели о том, кто такой Высоцкий. Да он еще просто и не был таким Высоцким, которого узнали. На токанку только поступил. Да, конечно. Первое, что он пел тогда? Парус. Парус. Парвали парус. Парвали парус. Да, совершенно верно. Миша, ну а скажи, пожалуйста, вот теперь чуть-чуть, плавно так тебе немножечко перейдем. А ты в те годы слушал вот все эти замечательные песни или уже начинал что-то писать? Как у тебя это шло? Произошло драматически. Дело в том, что тогда, может ты помнишь, мир должен был быть четко разделен на физиков и лириков. Конечно. Ну вот, я в 60-м году, как честно, человек оканчиваю среднюю школу, и мне нужно определяться, как и каждому, кто я, физик или лирик. По всем предпосылкам я записывался в физике. Ну, буквально по всем. Вот. И сошел... Получился в школе? Да, там серебряную медаль получил по окончании школы, и отправился в политехнический институт для того, чтобы поступить на физико-механический факультет. Ну, собственно говоря, так и произошло. Ну вот, дальше было хуже, потому что, значит, вот я определился как физик, и примерно в это же время я услышал первые магнитофонные записи бардовских песен. А именно, вот, Женю Клячкину я услышал, наверное, первым, а потом Булата Акоджао. И вот тут у меня начало происходить некоторое расщепление личности, потому что взял я в руки гитару и начал эти песни петь. И сразу, значит, что получилось? Получилось, что я какой-то ненастоящий. Потому что все настоящие физики, они, так сказать, без изъяна, а я чего-то в совершенно иную сферу, значит, уклоняюсь. А мне казалось, физики очень любили, вот, знаешь, посидеть где-то на кухне, попить песни, или это потом было уже? А это, нет, это действительно так. Потом даже так парадоксально шутили, что лучшие лирики, они из физика. Да. Но, видишь, это мы сейчас понимаем, на другом конце жизни. А тогда мы этого не понимали. Но, значит, случилась гениальная совершенно история, там подробностей не буду рассказывать, но смысл такой, что мне удалось морально опереться на высказывание последнего величайшего физика на этой земле, который знал всю физику, Нильса Бора. Нильс Бор сказал, искусство тем ценно для нас, что напоминает о гармониях, недоступных к систематическому анализу. Вот, я совершенно восхитился... Это тонкая формула, не сразу поймешь. Да, вот называется, если вдуматься. Так вот, а меня это как-то примирило самого с собой. Я понял, что профессионально по физике я занимаюсь гармониями, доступными к систематическому анализу, всяким формулам, уравнениям, да? Вот, а, значит, вот существует некая сфера систематического анализу, недоступная. Вот это, в частности, авторская песня, каковой я и занялся, как исполнитель. И первые песни твои будут что-то обожать? Нет, мои-то песни, это гораздо более потом. Пел кого-то же. Ой, нет, все не так. Я к тому времени, значит, страстно занялся туризмом. Вот, я, значит, окончил факультет, потом отправился, значит, в школу инструкторов по туризму. Там у меня разряд уже был по туризму, потом в итоге чуть там, не чуть, а, в общем, до кандидата в мастера спорта по горному туризму я доходился. В общем, там все это было. И, конечно, началось все с так называемых песен туристских. Кошмар полнейший, потому что, то есть, ну, я же... Музыка народная, слова народные. Да вообще там три аккорда, значит, три рифма там, значит, если и была, то, значит, такая, как бы сказать, незамысловатая. Да, свободная. Да, такая, ну, в общем, самое главное там было такое состояние, вот... Миша, ну, вот, чтобы, знаешь, буквально... Там типа того, что вот палатка сырая и любимая вблизи отсутствует. Миша, чтобы нам, знаешь, просто симпровизировать что-нибудь, потому что помнишь, ну, буквально четыре страфы еще не было из того. Нет, вот из тех поделок, конечно, не помню. Даже будет забавно, потому что... А из... я понимаю, нет, наверное, не вспомню просто, это уже слишком давно было. А так, ну, что, конечно, вот от этих туристских песен довольно быстро отошел. Почему? Потому что уже потом появилась возможность знакомиться с песнями, с песнями тех, которые чуть позже стали признанными классиками жанра. Миша, ну, давай вот какой-то, поскольку у нас рояля в кустах нет, но есть гитара у тебя на коленях... Ну, да, зря, 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 да, чтобы она как-то так у нас... Ну, хорошо. Что-нибудь... Ну, что-нибудь вот из раннего романтизма. Конечно. Ну, тогда, конечно, Юрий Висбор. Висбор, да. Висбор, да, конечно. Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать. Чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали этих лет и не счесть? Отчего ж не писали? Я бы знал, что вы есть. И столичный автобус, столь банальный на вид Обогнул бы весь глобус От беды до любви. От беды до любви. От беды до любви. Претендуя на имя и на ваши права, Шли ко мне все иные, имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, То туман над болотом принимал за сады. Принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, То владел я полмиром, в котором то жил. От забот тех осталось Чемодан да рюкзак, Книги, письма и жалость, Что все вышло не так, Что все вышло не так. Спит пилот на диване, Кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, Словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро И с оглядкой бежит Телеграмма, который Ожидаешь всю жизнь Ожидаешь всю жизнь Ожидаешь всю жизнь Ты знаешь, замечательная песня. Скажите, вот откровенно, Я никогда эту песню не услышал. Ну да! Вот тебе, вот и ну да. А вот интересно. Вот как бывает, да. И замечательный, замечательный текст. Так вообще, в бардовской песне Такие есть сокровища. Я полагаю, что, конечно. Ты понимаешь, сейчас, наверное, Наступила такая эпоха, Когда с одной стороны Я вот читаю, что там Фестиваль Грушинский Там 200 тысяч, 100 тысяч. Ну какие-то такие цифры Совершенно запредельные. А с другой стороны Понимаешь, что Вот такие люди, как ты Ну вот для меня, во всяком случае Чрезвычайно редкие, Которые преданы бардовской песне, Затевают какие-то проекты, Пытаются какие-то фестивали провести. Я знаю, что вот Ты, например, проводил Ну это даже не фестиваль, Наверное, как можно сказать, да? В конце 20 века Как называлась эта программа У тебя в Питере здесь? Ну, во-первых, не надо ее мне приписывать. Ну, во-вторых, это был один из организаторов. Там большой коллектив. Так, расскажи. Ну, я-то что? Я занимался, в общем-то, Малой частью. Надеюсь, что, в общем-то, Какой-то значимый В определенной степени. Потому что, ну, в конце 20 века Мы ансамбль уже начали создавать. Вот, да, в начале этого века Этот ансамбль записал ряд альбомов. Как раз вот песни бардов 20 века. В каком-то смысле это был наш питерский ответ Московскому проекту песни нашего века. Да, но это понятно. Собственно говоря, и так. В романтические времена у нас была большая дружба С москвичами. Вообще тогда как-то Мы чувствовали Все мы чувствовали Свою принадлежность К какому-то К общности вот этой. На самом деле, всяко бывало там Страсти человеческие Никуда не девались при этом. Вот я сейчас перебью. Так полагаю, что Смотри, получается Висбор – москвич, Акуджава – москвич, Галич – москвич. То есть в Питере как бы Ну, Городницкий Ну, не совсем. Городницкий тогда Питерско-москович Да, Городницкий тогда Масовский москвич Городницкий тогда Жил в Петербурге, в Ленинграде Тогда, да Да, тогда в Ленинграде Дольский в Ленинграде Да Кукин Кукин, Клячкин Не надо так уж Да Нет, ну я так вот А по-разному По-разному Так вот это по-разному Вот оно, конечно В наше время так Резко Так жестко Определилось Вот И поэтому Когда вот Московский проект Песни нашего века Состоялся Они вот Естественно Включили В список Список-то Не длинный В любом случае Сколько там песен В диск влезет Они включили Песни По своему представлению Что такое Бардовские песни 20 века Но у нас В значительной степени Были Другие взгляды Питерских авторов Там практически не было Были Но так Очень Скромно В первом альбоме Первом альбоме Оградницкий был Ну, да Они его вроде Да Вроде они его уже Как-то Приватизировали Да В первом альбоме Да, пожалуй Что Даже дольского Не было Дольского Вообще Да, не было И до сих пор В этом проекте Нет Но думаю Думаю Что Сан Саныч Не сильно По этому поводу Переживает Да, я абсолютно В этом уверен Все равно Это выбор Вот понимаешь Вот как бы Получается Что две Таким образом Сложились Вот сейчас Уже в истории Две бардовские школы Два центра Московская Абсолютно точно Да, абсолютно точно Вот Извини Перебил Но тут очень важно Значит Абсолютно справедливо Говорят о Выдающихся Бардовских композиторах Первого называют По праву Виктора Семеновича Берковского Светлая ему память Композитор гениальный То есть просто Вот Богом Отмеченный человек Горькая потеря Этого года Саша Дулов Ушел из жизни Песни Дулова Там Хромой король Ну пожалуйста Тоже весь мир знает Сергей Никитин Ну бардовский композит Он уже Комментарии излишни Что называется Да Все так И все трое москвичи Да А В начале 60-х годов Ленинградский автор Евгений Клячкин Берет поэму Иосифа Бродского Шествие Да И пишет музыку Ответственно заявляю Что Значит Во всяком жанре Есть свои вершины Так вот Одними из первых Вершин Жанра Бардовской песни Были песни Евгения Клячкина На стихи Иосифа Бродского Потом И по сей день На стихи Этого поэта Значит Много чего пишут Но абсолютно Уверен Вот Совершенно Готов Доказывать Предметно Что Недостижимым Осталось Женина искусство Миша Я кстати Тебе доказывать Особенно не нужно Потому что Ты автор Замечательной книжки О Жене Клячкине И я вспоминаю Когда я читал Щищую рукопись Да Абсолютно Такой Живой образ Тебе удалось В этой книге Создать образ человека Который ушел На который В общем-то С нами Я знаю Что твоя дружба И какие-то песни Да Ты поешь И пел На его стихе Ну конечно Конечно Дружили Дети Были знакомы Ну то есть Так как-то Значит Это действительно Было Было всерьез Вроде бы Хотя конечно Женя Такой он Автор он Выдающийся А человек был Непростой Ну как всем Да В общем-то Да Да Но конечно Вот сейчас По крайней мере Но Вот При любой Возможности Его вспомнить Особенно Вот на концерте Перед телекамерой Я всегда Это делаю Потому что Потому что Жизнь К нему Была Несправедлива Когда он Живой был И сейчас Несправедлива И сейчас Потому что Он Удивительно Недооценен Скажи пожалуйста Мы можем что-то Послушать Из его репертуара В твоем исполнении Да мы можем Наверное Просто раз Заговорили И Не гляди Назад Не гляди Просто имена Переставь Спят в твоих Глазах Спят дожди Ты не для меня Их оставь Перевесь Подальше Ключи Адрес Поменяй А теперь Подольше Молчи Это Для меня Мне то Все равно Все равно Я Уговорю Сам себя Будто Все За нас Решено Будто Все Ворует Судьба Только Ты Не веришь В судьбу Значит Просто Выбрось Ключи Я К тебе В окошко Войду А теперь Молчи Перевесь Подальше Ключи Адрес Поменяй Поменяй А теперь Подольше Молчи Это Для меня Замечательная Ну не разорваться Нет Ну вот смотри Получается Вот ты О Кличкине Все таки Написал Какой-то Был такой Твой внутренний Порыв И выбор Наверное А как же Ну что Ну горела Вот где Твои Замечательные Встречи Значит Понимаешь Какая вещь Вот тут Давай Определимся Значит Тут Тут вот что На мой взгляд Важно Значит Я действительно Я руководил клубом И поэтому Просто По положению Допустим Я уже всяко Как-то С этими людьми Познакомился И там Разговаривал С ними Выпивал Может быть Ну скажем Даже и сейчас Иногда С некоторыми Из них Продолжаю выпивать Иногда Разумеется Вот о чем Речь идет Вот когда Когда Мы обсуждаем Вот такую Тему Значит Знакомство Человека Обыкновенного Ну Понять нет Смысл Да Человека Обыкновенного С человеком Там Знаменитым Выдающимся Популярным Да Значит Вот когда Некто Говорит Я был Знаком Вот с таким То Очень часто У меня Самого Например Возникает Такое Непреодолимое Желание Задать ему Такой вопрос А если бы мы У этой звезды Спросили А он С тобой Знаком Или нет Вот Вот примерно То же самое В значительной Мере Конечно Было То есть Слава богу Я никогда И нигде Не размахивал Своими Фактами Вот этого Знакомства Потому что Ну конечно С кем-то Из бардов Классиков Были Гораздо Более Какие-то Подробные Близкие Дружеские Отношения Было С кем-то С кем-то Было Хорошее Знакомство С кем-то Приятельство И так далее И так далее Но вот Вот очень Очень Не хочется Таким Ну Вот Выглядит Что ты Утверждаешься Утверждаешься Таким образом Ну ты знаешь Иногда драгоценный Какие-то Взгляд со стороны Вот такого Какие-то детали Которые исчезли Эпизоды И знаешь только ты Эпизоды Вещь замечательная Согласен И насчет эпизодов Вот например Вот так получилось Что последний раз Последний раз Видел Владимира Семеновича Высоцкого Значит Помнишь На Невском Угол Маяковского В полуподвале Было такое Молочное кафе Ленинград Молочное кафе Ленинград Я там недалеко работал В обеденный перерыв Я туда пошел Значит Пообедать А это А тогда Театр на Таганке Значит Приехал в Ленинград И выступали они В ДК Дзержинского Тоже там На Староневском Неподалеку Да И вот Вот там Последний раз Удалось поговорить С Владимиром Семеновичем Высоцким И спросил Я его спросил Например Вот Кстати Что интересно При жизни Высоцкого Совершенно спокойно Его песни пели Это не Вот Никому Именно потому Что он сам был И сам пел То любой исполняющий Он Совершенно Он Даже в мыслях Не держал Как-то сопоставляться А он Наслаждался Текстом Подачей И так далее И так далее Не обязательно хрипел При этом Вот И вот я его спросил Как Как он относится К тому Что поют его песни Он сказал Что Нормально Спокойно отношусь Единственное Сказал он Очень обидно Когда перевирают слова Вот у меня В песне Товарищи ученые Доценты С кандидатами У меня там Сказал он Ведь лягут В землю Общую Остатки Наши бренные А они Поют Останки Да Вот Понимаешь Вот Вот Это задевает Да Вот Что я тебе Рассказал Эпизод Да Эпизод Да Но Значит Если бы Высоцкого Спросили Знаком ли он Со мной Ну смешно Говорит даже У него таких Знакомых Как я Но у него Пол страны Было Понимаешь Ну То есть Вот Поэтому Нет Я не кокетничаю Совершенно Но и Не хочу Как-то Вот Выглядеть Я тебе Вот Миш Расскажу Тоже Эпизод Тоже Вот Такую Деталь Наш общий Знакомый С тобой Ну Ты писал Песни на его стихи Я как-то Вот Был У него В гостях В пиарного Давид Самойлов Потом Я тебе задам Вопрос Он очень знаком Да В общем В случае Ты писал стихи Не утверждаю Писал стихи Хотя Тоже Эпизод Расскажу Мы слушаем Тебя Эпизод Расскажем Давид Самойлов Уже Вот это были Такие Поздние годы Его Он был Человек Такой Обремененный С семьей Какими-то Там Значит Обязанностями Правами Естественно Хотя Он говорил Обязанности Выше прав Скажите Разве Я не прав Тонкое Замечание И довольно Глубокое И вот Какое-то У него Было Такое Настроение Внутреннее И Он Говорит Семьдесят Восемь К восьмидесяти Он говорит Ты знаешь Пора менять Семью Там Не знаю Дом Вот у него Такие были Настроения Как интересно Я говорю Ну как Вот я Уйду Я Вообще Ты знаешь Я Человек Неожиданный Фраза Прозвучала И вот Это у меня Запомнил А скажешь Просто Миш А вот Ты человек Неожиданный Или Ты человек Такой Плановый И у тебя Можно Я просто Кстати Вспомню А потом Ты Перезадаш Мне Как-то о себе Любимом Что-то Не очень Ты все время На меня Сворачиваешь Не так Интереснее Про Давида Самойлова Гораздо Интереснее Смею тебя Заверить Значит Ситуация Была Такова Мне Позвонил Из Москвы Виктор Семенович Берковский И сказал Значит Таким Императивным Тоном Что Вот Самойл Сейчас В Ленинграде Значит Он В кардиологической Клинике Сейчас лежит У нас Останавливался Он Своего друга Петра Захаровича Горелика Полковника Замечательного Совершенно Человека Тоже у нас Тут на Васильевском Живет Между прочим Вот Так вот Берковский Звонил С поручением Мне Значит Пройти В эту самую Кардиологию И у Давида Самойлова Значит Попросить Текст Аннотации Пластинки Берковского На стихи Давида Самойлова При этом Виниловая Пластинка Да Она действительно Выходила Вот Значит Ну я Говорю Берковскому Маэстро Я к нему Так обращался И искренне Совершенно Действительно Маэстро Ну я Многое Для вас Готов Сделать Но Проникать В кардиологию Для того Чтобы у человека Такой вот Текст Подробный Вымогать Боюсь Что это Может не Получиться Он Рассердился Ну сказал Ну ладно Когда его Горелику Привезут Домой Вот тогда Ты туда Ну это Это реально Так оно И получилось С Петром Захаровичем Я уже был Знаком До того Вот я прихожу К нему Значит К Петру Захаровичу Он меня Значит Встречает Проводит Я впервые Вот вижу Поэта Давида Самойлова Высокочтимого Он Он был В общем Наверное Физически В не очень хорошей форме Но тем не менее Грешник Закурил Вот И сказал Да Я Берковскому Обещал Все правильно И нам налил Терюнку К негу Он был такой Коньячник Слушай Ада 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 Вот Видишь Деталь Так я Восстанавливаю Сквозь пространство Правильно Правильно Он налил мне Рюмку Коньяку И себе тоже Конечно Да А потом Закурил Попросил меня Присесть за стол Значит Дал лист бумаги Шариковую ручку И Вот так вот Расхаживая По комнате Значит Диктовал Продиктовал Текст Значит Он Он в нем Не исправил Ни единой запятой Вот И этот текст Вот так Как я его записал Дословно И до знаков Препинания Вошел В тот самый Альбом Берковский Ну я тебе в Лаверде Еще расскажу Такую Значит Историю Когда вот Лежал в этой самой Кардиологии Но он вообще На самом деле И писал И дневник Там И эти дневники Сохранились Может быть Там даже О тебе есть Потому что Я даже Вот с интересом Прочел и о себе Например Уже когда эти дневники Были опубликованы После его смерти Там оказывается Не думаю Но может быть Ну вот Да Тем не менее И вот он сочинял В этой кардиологии Значит Развлекался Афоризмами Скажем Сваровский Афоризм Ты помнишь Тяжело в учении Легко в бою Он переделывал так Потому что В общем Было серьезное Кардиология Да Он переделывал так Тяжело в лечении Легко в раю Замечательно Да Или там скажем Пуля дура Штык молодец Он говорил так Пуля дура Шприц молодец Вот какие-то Такие у него были Да То есть Самый такой Ну литератор какой был Миш И вот возвращаясь Уже к тому вопросу Я тебе его перезадаю Значит Я дочек неожиданный И это действительно Он такой был иногда Спонтанно И мог принять Какое-то такое Неожиданное решение А ты человек Такой плановый Или тоже вот Неожиданный Ты можешь совершить Какой-то неожиданный поступок Думаю И в творчестве И в жизни Я имею ввиду Нет Думаю Что все-таки Более плановые Так Вообще Самого себя Характеризовать Как-то трудно Ну интересно Мне кажется Не знаю Для меня Есть Куда более Интересные предметы В этой жизни Давай раз Мы Может быть Загалили На юге Самойловой Может быть Что-то Ты вспомнишь Из его Из его песен А вот Может быть И вспомню Да Сейчас попробую По крайней мере Вот тоже Значит У меня У меня привычка Стихи читать Так как-то Вот С тех Молодых лет Как-то и осталось Осталось Здорово Да И вот Немодная Нынче Привычка Абсолютно Никто не читает Я спрашивал у людей У писателей Особенно Не читают Писатели даже не читают Я прочитателей не знаю Писатели не читают Талант Нелюбопытен Это еще Классик сказал Лениво и нелюбопытно И это он сказал Вот Просто интересно получилось Читал Томик Вот Самойлова Лежал На тумбочке Перед сном Почитал Вот это стихотворение Прочитал Закрыл Книжку Выключил свет Утром встал Взял Да И опять И ни одной ноты Не поменял Вот интересно Замечестно Видишь как Редкий случай Рассчитавшись Жаждаю И хламом Рассчитавшись С верою И храмом Жду тебя Прощальная звезда Как когда-то Ждал я Вдохновенья Так теперь Я жду Отдохновенья От любви И горького Труда От любви И горького Труда Но видать Не спел Последний Кочет И душа Еще Чего-то Хочет Своего Никак Не отдает Перелет Жаждет С веком И толпою Слиться Так Стремятся Птицы В стаю Сбиться Собираясь В дальний Перелет Собираясь В дальний Перелет Перелет Рассчитавшись Рассчитавшись С жаждаю Перелет Собираясь В дальний Перелет Замечательно Это поздний Самойлов Это поздний Самойлов Он писал Писал эти стихи Живя в Эстонии В городе Пярну На улице Томинга В переводе Чаремухова Дом 4 Я там вот имел счастье Бывать в этом доме И Вот тоже интересная Такая история На этой улице Томинга Она коротенькая Коротенькая Недалеко от моря Так вот такие Шведские домики Стояры И на этой же улице Жил Давид Острах Когда-то И Ну буквально там Я знаю 8-10 домов И На доме Давид Острах Уже висел тогда Мемориальная доска И был написан В этом доме Жил Давид Острах И Самойлов говорил Ну вот говорит Помру И чтобы никому Не обидно было Пусть говорит Эту улицу Переименуют В улицу Двух Давидов Самойлова И Острах Самойлова Ну к сожалению Так сказать Времена изменились Там уже живут Другие люди Да Вот Вообще Дэзи конечно жил Он себя развлекал Там всячески Живя в Пярну И вот я вспоминаю Это же такая забавная У него была мера длины Он шел например В театр Но ему было скучно Заходить в театр И он тогда значит Заходил в подвальщики Там такие были Эстонские Замечательные подвальщики Где подавали горячительное И у него была такая мера А подвальщик По-эстонски Назывался Эйна Лауд И вот он говорил так Что у меня до театра Например Три Эйна Лауда А до вокзала два Поэтому предпочитаю театр Ну Не ну он конечно Остроумнейший был человек При всем том Да Замечательно И к нему туда приезжали Ведь знаешь Это было тоже вот Опять же читая его дневники И как-то Общаясь Вот Все туда ездили И Казаков И Юли Ким И какие-то были Замечательные концерты В саду у него И вот Ты понимаешь Что когда конечно Уходят такие люди Наверное Исчезает тот круг Который Вращался Или Центром поддержания Был например Самойлов И актеры были И писатели И художники Да Он соединял очень разных И режиссера И разных людей И вот Когда исчезает Такой человек Как-то вот Один из этих Маленьких кругов Исчезает К сожалению И вот Я сейчас думаю Вот здесь То что происходит Сейчас в Питере Немножечко так Возвращаясь к нам Вот был Александр Володин Вокруг которого Тоже были Какие-то круги Я вспоминаю Когда тот же Булат Шалчаку Джава Ну просто Вот тоже Опять же Я поскольку Издавал Володина Я так не буду Что-то я его Близко знал Тем не менее Мы издали с ним Пять книг Это был большой процесс И Нет ну думаю Вот в данном То случае Все-таки Ты как-то В скромности Сильно перебираешь Когда мы с ним Значит Мы сидели Вот можно было Ну давай Выпьем Он всегда предлагал Всегда под шофе Александр Моисеевич Но не терял Творческой бодрости При этом писал Разговаривал с женщинами И так далее Он говорит Ну что-то скучно Нам вдвоем Выбивать сегодня Давай Так у Джави позвоним Я говорю Ну давайте Вы это сказать И он ему зазвонил Он говорит Булат Сейчас мы говорят За тебя здесь выпьем Ты поднимешь что-нибудь Ну и там что-то Какой-то был разговор В общем получалось Вот так сказать Даже на троих Соображали по телефону По телефону Я тебе хочу сказать Что тем не менее Вот был от Шалча Куджава Ну я его знал Вот когда он здесь Приезжал в Питер На концерт Уже в поздние годы Ты наверное Раньше его знал Он уже был такой Абсолютно закрытый Как мне кажется Человек Он был наверное Открыт Ну как и Мы знаем Для близких друзей И тем не менее Все равно он был Таким духовным центром Безусловно Жизни Не только питерских людей Да и московских Я думаю что и России Знаешь Вчера Вчера вел Свою авторскую программу На радио И вот как раз Я уже не помню По какой ассоциации Значит Мы вышли Вышли на эту тему Вот Но Как раз Вот А Ну Несколько звонков Было моих слушателей Миша Прости Сейчас вот Ты сказал Несколько звонков Было слушателей По-моему У нас есть звонок В студии 325-05-25 А что мы тоже В прямом эфире Есть у нас звонок Да Алло Да да Слушаем вас Алло Добрый вечер Добрый вечер Вот Я бы хотела Вот как бы Меня зовут Валентина Я уже Как бы Много лет Как бы Слушаю эту Бардовскую Нашу песню И вот Почему нет Вот канала Такого В эфире Допустим В ФМ Там Вот Могли бы сделать Раньше были Вот эти каналы А сейчас нет их Дорогая Валентина Ну конечно Конечно Все мы хотели бы Чтобы такой канал был Да Да Но понимаете Ведь Вот все Все упирается В очень Прозаическую категорию Если так Если любой канал В наше время Организуется Он должен быть Коммерчески Успешным Или там Ну вот Трудно себе Представить Что вот Какой-то из Сильно Разбогатевших Наших соотечественников Был любителем Бардовской песни Остался И Малую часть Своего состояния Которая покрыла бы Абсолютно все расходы На этот самый канал Вот Направил бы Таким образом К сожалению Так не бывает Сейчас Да К сожалению Вот Да Вот единственная Да Единственная причина По которой Это не происходит Миша Ты же ведешь Авторскую программу Я веду Я на радио Шансон 104,4 FM Нет Ну вот Была Ну как бы Была радио Такой Бардовской песни Я всегда его слушала Там С таким удовольствием Валентина Я Немножечко Вот Если можно Договорю Я веду Программу Которая называется Час Бардовской песни Вот И когда она происходит Вот видите Вот вы заинтересовались Это уже хорошо Значит Волна 104,4 FM Среда 104,4 По средам С 21 до 22 часов Ага Среда С 21 до 22 21-22 Вот пожалуйста Включите приемник Если это вас заинтересует Вы там сможете мне позвонить Мы с вами пообщаемся Побеседуем Песни обсудим Песни обсудим И так далее В наступающем 2008 году Будет ровно 10 лет Как я в эфире Огромное спасибо вам За ответ И Желаю вам удачи Спасибо вам На добром слове С наступающим Новым годом Спасибо 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 Миша Видишь Вот только ты заговорил Об этой программе И тут же возникают вопросы Ну вот смотри У нас уже сейчас Так сказать Немножечко Мы Уже и окончанию вечера Уже и финишируем Да Ну что Вот видишь Сознависимительное Да Но вот смотри Мы поскольку заговорили О Булат Шалча Куджаве Я знаю Что у тебя есть Замечательные песни На стихе Булат Шалча Может быть Что-то мы послушаем Всего Нет Не на стихе Тут интереснее было Давай Расскажи Значит У нас в Питере Живет замечательный поэт Галина Гампер Вот Я с ней Дружу Много лет Вот Она с Булатом Шалчем Была В отношениях Очень приятельских Он Писал аннотации К ее Сборникам Поэтическим Вот И у нее Есть стихотворение Булатого Куджая Вот Единственное что Пожалуй Нет Может быть Знаешь чего Я не буду сейчас Эту песню петь Потому что давно ее не пел Чтобы не получилось Что я Там что-то забуду Я лучше Какую-нибудь песню Самого Булатого Куджава Спою Я думаю Это будет полноценная замена И даже более того Скажем так А вот спою Такую песню Которую он сначала Когда он ее написал Он Он ее назвал Парижские частушки Вот А потом Потом Стал ее называть Парижские фантазии Вот когда он приезжал Последний раз Значит В наш город И я вез его В концертный зал Вот Я ему сказал Булат Шалыч Замечательную вы песню написали Но частушки точнее Потому что для исполнителя Это задача такая Нужно один раз сделать вдох И значит На этом вдохе Полностью Значит Исполнять Потому что Практически песни Не дают возможности Набрать воздуха У парижского спанеля У парижского спанеля Лик французского короля Не погибшего На эшафоте Достигшего славы И ленина бочок Паричок рыжего Ты милосердие В каждом движении В глазах Голубых и счастливых Отражаются Жизнь и земля На бульваре распай Как обычно Господин Доминик Уруля И в его ресторанчике Тесном заправляют Полдневные тени Петербургской ветки Салфеткой прикрывая От пятен колени Розу красную В лацком вонзая Скатер белую С хрустом стеля Эту землю с отливом Зеленым между нами По горстке деля Как стараются Неутомима бог Природа Судьба Провиденье Короли Спниели И розы Петейные Все заведенья Сколько мудрости В этом законе Но и грусти порой У ага Если есть еще позднее слово Пусть замолвят его Обо мне Я прошу Не о вечном блаженстве О минуте Возвышенной пробы Где уместны Конечно Утраты И отчаяния даже Но чтобы Милосердие В каждом движении И красавица В каждом окне Где уместны Конечно Утраты И отчаяния даже Но чтобы Милосердие В каждом движении И красавица В каждом окне Гениально 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 Миша Я его тогда как раз спросил Балашат Что такое хорошая песня Он говорит А ты не знаешь Я говорю Ну так интуитивно Ощущаю Но сформулировать не могу Он секунду подумал И сказал Первично И хорошо сделано Да Ну вот Я сейчас Ты пел Замечательно эту песню И я подумал Вот когда писал А Куджава В Париже Жил Да Вот эту песню Наверное Вот думал ли о том Что вдруг он окажется В Париже Уже в конце своей жизни И уйдет из жизни Именно в Париже Ой Коль Так неисповедимо все И вот эта фантастическая история Ну она подлинная Потому что это рассказывала Водова Акуджава В Ольга Акуджава Что ведь Ей же предсказали Да Что она будет крестить Крестный Своего мужа Когда-то ей цыганка Она об этом рассказывала Или кто-то Вот ей предсказал Что она будет крестный Своего мужа Так и случилось Когда Акуджава Уже был вот Как говорится Уходил в иной мир Она же была его крестной И он был крещен Под именем Иоанн Такой имен выбрал Но Иван Иванович Это Да-да-да Иван Иванович Да-да-да Это понятно Это понятно Себя называл Вот Поэтому видишь Как вот Париж Который он Еще есть у него стихия Парижа Но это одно из лучших Конечно Ощущение этого города Скажи пожалуйста Какое вот у тебя Ощущение Сейчас Акуджава Вот Ну здесь были такие Духовные центры Лихачев Акуджава Вот не договорил Да Мне на мою программу Позвонили И как-то вот вышли Вышли вот на эту тему Ну я так Ну что я им сказал Я сказал Мое Вот буквально Почти на твой вопрос Вчера отвечал В своем эфире Ну вот У меня ощущение Что сейчас Как-то Вот Качественно Качественно Другая ситуация Возникла Еще совсем Недавно Были Были люди Которые Очень многими Соотечественниками Нашими Воспринимались Как духовные Лидеры Андрей Дмитриевич Сахар Дмитрий Сергеевич Лихачев Было от Шалыча Куджава Конечно Конечно Вот А сейчас Вот знаешь Что плохо Мне кажется Плохо Что мы научились Без них обходиться Мы как-то Вот в сегодняшней жизни Значит Как-то Какие-то углы Особенно острые Стараемся Обходить Да Но при этом При этом Вот Вот научились Делать это Без оглядки На На тех На кого Обязательно Нужно оглядываться Обязательно Это вот Мы что-то очень важное На этом потеряли У меня Вот такое ощущение Я с тобой абсолютно согласен Да Из Вот Из впечатлений дня Сегодняшнего Скажем так Ну и вот Скажи пожалуйста А вот ты Больше Наверное Общаешься Больше связан Молодые Поют Такой джавый Или так сказать Новые Какие-то Времена Новые Значит Это все Происходит По такому Значит Сценарию Если Если ребеночка В семействе Выращивают Скажем На этих песнях То вероятность Есть Опять-таки Не гарантия Совершенно Но Не исключено Скажем так Есть еще Удивительные Совершенно Вот Штучные Такие Какие-то Экземпляры Я Поражаюсь Совершенно Там Мальчик Подходит Говорит Что Он Совершенно Вот Не Из среды Которая Никакого Отношения Ни к литературе Ни к искусству Не имеет Он происходит Из этой Среды И Вдруг Являет Такое Глубокое Знание И понимание Ну В частности Было Так Вот Жавы Поэзии Нашей Отечественной Просто Я Да Тогда Настроение Улучшается Думаешь Да Может быть Все Не так Плохо Ты знаешь Я был потрясен Другим Есть такая программа Фабрика звезд Те небезызвестная Ну Что И вдруг Однажды Я случайно Просто Вот Включил телевизор А ты можешь Посмотреть Фабрика звезд Я случайно Включил телевизор Но мне все Интересно Я идешь Смотрю Я Три секунды Три минуты И уже Понятно И вдруг Я тебе хочу сказать Там есть некий Персонаж Марк Тишман Понимаешь Когда Валерий Золотухин Там будучи Читал им стихи Бродского И они совершенно Не понимали Никто Всесидящий А один Вдруг Один из них Когда Золотухин Запнулся Он По строчку Подсказал им И когда Золотухин читал Значит Губами было видно По губам Что он Повторяет Бродского Так бывает Ты знаешь Странные такие Да Тем не менее Пересечения Бродский Да В наше время Понимаешь В наше время Пересечения Вообще поражают Потому что Значит На фоне Вот этой Массовой культуры На фоне Шоу-бизнеса Ну вдруг Вот Да Вдруг вот Проступает Что-то такое Настоящее Поразительно Миш Скажи пожалуйста Мы можем с тобой Еще спеть О Куджаву А потом у нас Есть в финале Подарок к Новому году От Сергея Никитина И от тебя Или мы уже Нет Так пожалуйста Ты Был от Шелча Куджава Я бы хотел Еще что-то Да У тебя вот Так сказать Есть там что-то В запасе Хорошо Пока Земля Еще вертится Пока Еще Ярок Свет Господи Дай же ты Каждому Чего У него нет Умному Дай Голову Трусливому Дай Коня Дай же Счастливому Денег И не забудь Про меня Пока Земля Еще вертится Господи Твоя власть Дай Рвущемуся К власти Навласть Оставаться В слазь Дай Передышку Щедрому Хоть На исходе Дня Каин Дай Раскаяния И не забудь Про меня Я знаю Ты все умеешь Я верую В мудрость Твою Как верит Солдат Убитый Что Проживает В раю Как Верует Каждое Ухо Тихим Речам Твоим Как Только Веруем И Мы Сами Не Ведая Что Творим Господи Мой Божий Зеленоглазый Мой Пока Земля Еще Вертится Это Ей Странно Само Пока Еще Хватает Времени Огня Даже Ты Все Понемногу И Не Забудь Про Меня Даже Ты Все Понемногу И Не Забудь Про Меня Ну что Божественно Мишенька Ну вот Завершаем Мы С тобой Сегодняшнюю Программу И Смотри Как Мы Левитанского Левитанского Или Уже Мы Не Успеем Что Происходит На Свете Так Сколько Времени У нас Есть Примерно А я Не знаю Можем И Не Успеть А можем Начать Как бы С Новым Годом Давай уж Раз Новый Год Поздравляю Всех С наступающим Новым Годом Юрий Левитанский Что происходит На свете Сергей Никитин И Михаил Канэ Что происходит На свете А просто Зима Просто Зима Полагаете Вы Полагаю Я Виде Сам Как Умею Следы Пролагаю Ваши Уснувшие Ранние Порою Дома Что же За всем Этим Будет А будет Январь Будет Январь Вы считаете Да Я считаю Я Ведь Давно Эту Белую Книгу Читаю Этот С картинками Вьюги Старинный Буква Чем Же Все Это Закончится Будет Апрель Будет Апрель Вы Уверены Да Я Уверен Я Уже Слышал И Слух Этот Мною Проверен Будто Бо В роще Сегодня Звенело Сверель Что Что Из Этого Следует Следует Жить Шить Сарафаны И Легкие Платья И Сица Вы Полагаете Все Это Будет Носиться Я Полагаю Что Все Это Следует Шить Следует Шить Ибо Сколько В Юге Не Кружить Недолговечные Я Кабала И Апала Так Развешите Же В честь Новогоднего Бала Руку На танец Судар Не Вам Предложить Месяц Серебряный Шар С Свечою Внутри Карнавальные Маски По Кругу По Кругу Пальс Начинается Дайте Ж Судар И Ру Кругу И Раз Два Три Раз Два Три Раз Два Три Раз Три Замечательно Успели Миша Тебе огромное спасибо За сегодняшний концерт Спасибо что Ну концерт Это концерт Еще такой Предновогодний Такая импровизация В жизни это и есть Импровизация В общем Коля А когда нам с тобой Удается просто поговорить Удалось Что есть Здесь Мы слушатели Канал Вод На котором Спасибо что Пригласил Давай Ну даст Бог мы еще Поедаемся У телеканала Большое будущее И у нас Надеюсь С тобой тоже Будем надеяться Поэтому до новых встреч С наступающим Новым годом Здоровья вам И душевного покоя И хороших песен Разумеется Спасибо Ну вот Ну вот